добрый день уважаемые студенты сегодня мы с вами начинаем нашу очередную лекцию нашего курса который посвящен изучению разработки автоматизированных систем управления с помощью скада пакетов сегодня мы в нашей лекции обсудим структуру скада систем и особенности скада систем то есть те функции которые она выполняет начнем со структуры то есть нас имеется некоторый технологический объект управления и так называемое устройство артию или рту устройство которое выполняет сбор информации о ходе технологического процесса на объекте и воздействует на него с помощью исполнительных механизмов рту устройство с помощью некоторых каналов коммуникации или каналов связи вот как мы видим это с с отправляет обработанную информацию на такие устройства как мт у в мт у происходит обработка той информации которую получила рту устройство и посредством опять каналов связи отправляет на рабочую станцию оператор или операторскую станцию или автоматизированное рабочее место где реализуется технология и чем ай вот так вот выглядит структура современной скад системы что теперь такое эти аббревиатура рту это ремно терминал юнит то есть это устройство которое осуществляет к сбор как я уже сказал информации и с помощью специальных модулей воздействует на исполнительные механизмы здесь может быть вместо рту устройство и пелси то есть разница никакой это все тот же нижний уровень с которым общается наша скат система то есть если в пелси то есть в полка на то есть программируем логическом контроллере выполняется некоторая прикладная программа записанная в него то в рту устройстве эта система ввода вывода всего лишь информации там никакой прикладной программы не выполняется там лишь осуществляется сбор информации со всех датчиков и рту устройство может общаться на каких-то унифицированных сигналах до которые реализуются в этих датчиках и соответственно может отправлять соответствующие сигналы на исполнительные механизмы разница лишь только в этом хотя еще раз повторяю место рту устройство вот это здесь под ним можно понимать и плк программированный логический контроллер но в данном случае под рту понимается просто система ввода вывода информации которая связана с непосредственно технологическим объектом далее cs это communication system то есть это любые каналы связи каналы коммуникации они могут быть кабельные могут быть спутниковые могут быть радиочастотные но это каналы связи которые реализуются между это устройством и тем устройством которое мы называем мт у это мастер терминал юнит то есть это уж или по-другому его еще называет мастер стейшн то есть это то устройство которое непосредственно реализует наш скада пакет там выполняется вот реализация нашего скада пакета ну и затем эта информация уже по эзернет каналу как мы видим из картинки отправляется на рабочие место оператора где выполняю исполняется технологии human machine интерфейс вот таким вот образом выглядит структура скада системы то есть надо запомнить такую цепочку скада реализуется структурно на устройствах рт у затем информация из рт у по cs отправляется в мт у оттуда уже на рабочую станцию оператора для реализации технологии чем ай теперь что такое из этих перечисленных устройств мы разберем их определение ремонт терминал юнит или это устройство удаленный терминал подключающийся непосредственно контролируемому объекту и выполняющий управление в режиме реального времени мастер терминал юнит мт у или мастер стейшн мс диспетчерский пункт управления который осуществляет обработку данных управление высокого уровня обеспечивает человеком машинный интерфейс между человеком оператором и самой системой коммуникационная система или каналы связи между рту и мт у в качестве коммуникационной системы можно использовать различные проводные и беспроводные каналы связи human машинный интерфейс человека машинный интерфейс позволяющий визуализировать данные о ходе процесса оператору и позволяет оператору контролировать процесс и дистанционном управлять им то есть это определение тех структурных единиц из которых образуется наша скада система их надо запомнить скада системы содержит следующие важные подсистемы для драйвера или сервера ввода вывода данных обеспечивающий связь скада с программируем логическими контроллерами аналога цифровыми преобразователями и другими устройствами ввода вывода информации до системы реального времени позволяющие выполнять приложения с распределенными приоритетами человекомашинный интерфейс позволяющие визуализировать данные о ходе процесса оператору и позволяет оператору дистанционно управлять им база данных реального времени обеспечивающие хранение информации процессе в режиме реального времени система логического управления обеспечивающие исполнение пользовательских программ скады системе система управления тревогами обеспечивающие автоматический контроль технологических событий а также обработку событий операторами или компьютером генератор отчетов обеспечивающий создание пользовательских отчетов о технологических событиях Редактор для разработки человека-машинного интерфейса Редактор для разработки пользовательских программ Внешние интерфейсы обмена данными между SCADA и другими приложениями Вот это все то, что содержит функционально наши SCADA-системы Теперь поговорим об особенностях SCADA-систем Главная задача, решаемая любыми SCADA-системами Является обеспечение HMI-технологий при представлении информации о процессе Составной частью графического интерфейса являются экраны С изображением мнемосхем технологического процесса Анимационных изображений, гистограмм и таблиц Вот как это выглядит на данной картинке Это мнемосхема некого технологического процесса Как мы видим, это процесс отопления помещения Либо вот такой вот процесс, реализованный на другой SCADA-системе Более сложный технологический процесс Либо вот такой вот экран или мнемосхема С изображением технологического процесса Который отражает наиболее полно наш управляемый технологический объект Другая особенность SCADA-систем Следующая Следующая важная задача организации Система управления тревогами SCADA-системы Которая предупреждает оператора о возникновении событий Которые могут привести к серьезным последствиям И которые требуют реакции оператора То есть SCADA обязательно формирует Тревоги На которые оператор должен обратить внимание То есть здесь SCADA-система подсказывает Во время диспетчеризации О происходящих событиях И Так сказать Обращает внимание управляющего персонала Именно на тех событиях Которые могут привести к каким-то аварийным ситуациям Или внештатным ситуациям Что Опасно для Самого персонала То есть эти тревоги Или как их называют в SCADA-системах Алармы Выглядят вот таким вот образом Как это представлено на картинке Или следующим образом Это другая реализация Тревог SCADA-системы Либо вот так То есть у каждого Разделе Как их реализовывать Какие виды бывают Мы поговорим в отдельности В течение нашего курса Это вот еще одна Реализация Тревог SCADA-системы Большинство SCADA-систем Содержат встроенные средства Разработки приложений Для пользователей Они содержат языки Программирования Высокого уровня Их еще называют Скриптами То есть вот так вот выглядят Встроенные средства разработки На языках высокого уровня То есть это редактор Скриптов Так называемый Либо он может выглядеть вот так Для другой SCADA Либо вот таким вот образом Еще одна реализация Показана Языка высокого уровня В SCADA-системе Также SCADA-системы Могут содержать языки Программирования Стандарта Мэк 611-31-3 То есть это языки Программирования Реализованные для Программированных Логических контроллеров Вот так вот может Выглядеть Язык программирования Уже для стандарта Мэк 611-31 То есть SCADA-системы Могут содержать себе Редакторы языков Программирования Высокого уровня Либо редакторы Языков программирования Контроллеров Как это показано В данной картинке Многие SCADA-системы Содержат модули Удаленного контроля И управления Заходом технологических Процессов С использованием Веб-технологий В этом случае Реализуется Технология Так называемого Тонкого клиента Имеется МТУ устройства То есть Непосредственно В котором Выполняется Диспетчеризация Технологического Объекта Посредством Глобальных Электронных Сетей Либо Сетей Интернет Информация Может Отправляться На удаленный Принтер Который Будет Через Какие-то Определенные Промежутки Времени Печатать Требуемые Отчеты Также С помощью Сети Интернет Удаленный Тонкий Клиент Диспетчер Или Оператор Или Руководитель Какого-либо Производства Или всей Компании Может удаленно Соединиться С МТУ устройством И непосредственно Посмотреть Как Выполняется Управление Технологическим Объектом Также Технология Тонкого Клиента Позволяет Удаленно Изучать И управлять Технологическим Процессом С помощью Мобильных Устройств Как это Показано На данных Картинках В виде Планшета И мобильного Телефона То есть Эта Технология Тонкого Клиента Реализуется В современных СКАД Системах Такая Вот Есть Современная Особенность У каждого Из этих Особенностях Мы поговорим В ходе Нашего курса Уже По Отдельности На этом Наша Лекция Подходит К концу Спасибо За внимание Спасибо за субтитры